МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта земля богата металлами, но получить их задача не из лёгких. При Бахашье, Карагандинская область, месторождение Кун и Рад, уникальное место по добыче меди. Конец 20-х годов прошлого века. Пустыня, где ничего нет, и лишь одна сопка привлекла внимание геолога из Ленинграда Михаила Русакова. Практически сразу здесь начали разведку. Два года работы приносят плоды, и он объявляет о открытии крупного медно-порфирового месторождения с огромными запасами по сравнению с американскими Санта-Рита. Это будет по мировым значениям второе месторождение по миру. Первую руду здесь добыли в 1934 году. Тогда её возили на лошадях и верблюдах. В связи с развитием этого месторождения появилась железная дорога, автодорога. Начали полностью соединять областные центры, это дальше вот Караганда, Павлодар. Через озеро Балхаш открылось судоходство, связанное с этим месторождением. Балхаш происходит от казахского балкету, что в переводе означает плавка металла. На месте саяка, одной из главных сырьевых баз комбината, были обнаружены стоянки первобытных людей. И археологи подтвердили, что здесь тысячелетиями занимались металлургией. Есть здесь кругом, под ногами. Увидеть её, конечно, большим слитком невозможно. Нужно иметь острое зрение, чтобы это всё заметить. Сейчас я вам покажу. Например, возьмём камушек и посмотрим на нём на этом. Сейчас на солнышко покажу. Очень много блестящих таких краплений. Вот это и есть медь. Самое интересное, что с одной тонны горной массы можно получить всего лишь 3 килограмма. Сначала породу взрывают. Так специалисты берут пробу, чтобы определить, сколько мети на участке. Для этого сверлят лунки и закладывают взрывчатку. Месторождение уникально расположением рудного тела. То есть получается шток верховое месторождение. То есть сплошное залегание медно-рудных минералов и по объёму запасов. Подтверждение получили. Взрывы произвели. Теперь пора перевести руду и загрузить в вагоны. Экскаватор артистского производства. Объём ковша 5 кубов. Вот подъезжает состав. Начнётся погрузка руды на Балхашу фабрику. В принципе, всё это осуществляется через ЖД пути. Расстояние до города около 20 километров. Поезд курсирует между месторождением и фабрикой ежедневно на протяжении уже 90 лет. А вот ещё фрагмент меди. Только он уже зелёный. Он уже негоден. Правильно? Качество, видите? Качество уже другое. Да, другое уже. Качество меняется, видите? Но зато вот именно такую медь мы видим на памятниках в городах. Можно говорить, что это уже процесс окисления прошёл. Медь, она не только медная, но и зелёная тоже бывает. Вагоны прибывают на обогатительную фабрику. Дальше их судьба нерадужная. Эти камни превратятся в пыль. После этих пробы с помощью прибора, рентгенно-радиометрического прибора, РЛП-21Т, проводим анализ. И к результатам этих анализов мы узнаём локализацию руды и как бы даём направление уже гальникам. Гальники дальше идут эксплуатации. Процесс разгрузки впечатляет. Только что руда была, а теперь её нет. Всю массу отправляют в большую, если можно так сказать, мясорубку. Задача сотрудников – превратить булыжники в медный концентрат. Первый участок – крупного дробления. Сюда поступают полутораметровые камни. После измельчительного процесса, на первой, второй, третьей стадии, у нас трёхстадиальная схема – это измельчение. После третьей стадии измельчения, эта пульпа уже, готовая пульпа, продукция 0,74 микром, попадает на флотацию. И начинается волшебство. За счёт работы блоков, подачи реагентов и кислорода получается медесодержащий продукт или медный концентрат. По километровым трубам он пойдёт на следующую стадию переработки – медиплавильный завод. Потом этот концентрат уже с разных сортов статируем, называется потом «щихта». Шихту подаём через транспортёрные ленты в медиплавильный цех. А дальше – печь. На этом этапе тоже важно следовать технологии. «Щихта закладывается и подаётся в печь в соответствии кислород, шихта, уголь. В таком соответствии всё. Всё плавится, вот я смотрю температуру. Температуру определённую подняли и держу. 53-54 вода. Всё, и плавка идёт». На то, как течёт металл, можно смотреть вечно. Медиплавильный завод – большой и сложный механизм. Здесь много кранов и других механических приборов. А ещё запах специфический. Поэтому все ходят в респираторах. Основной участок в этом цеху – мы выпускаем черновой медь. Наш конвертирование состоит из двух частей, двух периодов. Первый период – мы удаляем железо. Второй период – удаляем серу и выпускаем черновой медь. То есть поэтому, да, это и запах серы стоит, вот такое у вас? Да. Медь сварим, он воздухом уходит. С конвекторного участка черновая медь попадает на участок огневого рафинирования. Он состоит из трёх печей. Расплавленный металл разливают по формам. Перед этим из него удаляют ненужные примеси. Восстанавливаем медь, и дальше, как бы, восстановили медь, и уже разливаем его с помощью заливного жёлоба на промежуточные ковши. И вот, как вы сами видите, проводится этот розгляд на карусельно-разливочной машине. Разливаем аноды. Эти формы поливают водой, добавляют сюда специальную глину, чтобы металл не приварился, или, проще говоря, не слипся, когда его заставать. Полученные аноды выглядят вот так. Прямоугольные листы, хмурые и не очень презентабельные на вид. Их загружают на анодные вагонетки и отправляют дальше по производственной цепи. В электролитном цехе слитки погружают в ванны серной кислотой. Медь растворяется и наращивается на катоды. Теперь уже в чистом виде. По цеху 120 серий, сейчас потоком где-то 75, около 70 серий потоком работает сейчас. Выпуск у нас в этом месте 16-300 тонн катодной мебели. Ну, у нас по циркуляциям, там параметры, содержание меди, кислоты, обе должны быть 170, мебель 50, кислота должна быть 120. Из растворенных к кислоте примесей потом извлекут драгоценные металлы, а сама медь на катоде уже готова для отправки потребителям. Завод всегда считали кузницей кадров. В 1936 году здесь работал первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Дин Мухаммед Кунаев. Сегодня на смену выходят уже почти 3000 человек, чтобы выплавить катодную медь высокого качества. Ее частота 99,9%. На данный момент Болгарская катодная медь отгружается в Китай, в Россию и через Порт-Октау, через Турцию, Европу уходят. Потребление, значит, следующее. Ну, производство медной продукции, эмаль-провод, катанга, который уходит на двигателя, на медную продукцию. Заложенные почти век назад традиции дают свои плоды. Металлургическая отрасль республики активно развивается. И если вдруг вы заметите медь в каких-либо приборах, вполне возможно, она родом из Казахстана.